Некоторых товарищей, похоже, это безликие, они как бы не качаются, не берут себе этих способностей, не получают. Дотребовать имеют, но решения по этому вопросу нет, сейчас о возврате. Да, нет. Я тоже думаю, что первичен возврат 300, а потом, то есть, они не могут ставить такое условие. Потому что есть решение суда, там никаких компенсаций нет, но есть решение о том, чтобы... Ну, короче, поворот дела надо делать. И не платить пока ничего. Ну, и не собираемся, естественно, блин, не платить нищий, такой вообще молодец, Михаил. Ладно, погнали. Слева у нас Colorful, справа мое уважение, фокус. Готфир заблокировали, естественно, сразу заблокировали. Но это не отменяет того, что есть, что суд может вынести такое решение о блокировке. Кто тут, скорее всего, выиграет, не берусь, не берусь сказать. Игорь Ермаков поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, сегодня поставил на Лина Слава Адвенту. Слышь! Офигеть! Офигеть! Поставил на Лина Слава Адвенту. Ты не за ту сторону играешь. С КХЛ, да? Все нормально, с КХЛ. Все хорошо. Не переживайте. Есть видосик по суду, свеженький на Ютубе. Сегодня новая информация появилась, ну, такое. Просто... Я бы попытался для разнообразия поболеть за фокусы, но боюсь, лифийская сущность все равно победит. Просто Хэг говорит, давайте про XCOM еще раз спросить. Так это ж разные люди спрашивают. На каком канале видос на Гудгейме нет? Есть, просто там превьюшка XCOM-овская. По тексту найти. Можно репостать видос с Ютуба. Да, конечно. Только благодарным будем. Арча немножко не успела, к сожалению, добежать. Виспов нет вообще никаких у эльфа вне своей базы. Это значит, что вряд ли будет какая-то агрессия с протектором, хотя на всякий случай фокус, видите, своим пионом проверяет окрестности на предмет несанкционированных деревьев. Прям очень усилий на фокус проверяет окрестности. Что Colorful интересно задумал. Не делает ничего. Хватит топить за эльфов. Я не топлю. Халдер Элдерскат говорит, чатик, всем привет, давно не виделись. Налился компота, погнали. Майкер, почему стрим в мыле? Да, мне нечего ответить на этот вопрос. Сколько бы его не задавали, не могу понять. Гранта изловили. О, и сразу делается экспо наверху эльфа. Очень грамотное решение, потому что... Ну, потому что он знает, где Блэйд находится, и ты, по крайней мере, выиграешь, не знаю, там, секунд 30, пока он до тут добежит. Персональный телепорт, правда, может помочь. И один рабочий побежал уже наверх. Возможно, удастся Блэйду успеть. Бедные коты танкуют троллей. Ну, хочется киперу до третьего дотянуться. Осталось-то не совсем много. Да и есть халявное лечение. О, экспант нашли, Блэйдмастер бежит, а у него, к сожалению, что? Перезарядка персоналки. Вопрос, успеет ли достроиться. Я бы сюда сразу же виспов тиснул с мейна. Хотя, блин, времени еще вагон. Он будет строиться где-то минутой еще. Эксп. Без котов, без кипера. Экспант, конечно, под снос идет. Блэйдмастер уже работает очень хорошо. Приходит козел, делает прикопку вторую, между прочим. И Блэйдмастер понимает, что динамика отрицательная. Здесь он не сможет уже дерево срубить. Хороший момент для эльфа. Опять я начинаю... Да я ничего не могу сделать. Это неконтролируемая тема. Ты смотришь за игрой, и все, и топишь за эльфов. Алхимик в Соленово пытается помешать. Сахия окрепится. Вот тут со змейками. Ой, Виверна. О, Виверна. Люблю Виверну. Постреливает сверху, молодец. Урона не получает. О, какие люди. Это там, где големчики стоят. И справа магазин. Аркадный закуп был. Смутно, смутно помню. Верди пишет. В твоих словах люблю Виверн. Слышно, люблю Арчи и Египосов. Да, да, да. Что-то Виверну слабо верится. Алхимик умер? Этот козел был вообще не алхимик. Привет, Вердос. Так, опасный момент. Мне дому показалось, или зря он его прикопал так рано? То есть вроде там чуть ли не окружение было блейда. А, или он ушел в виндвок, и надо было идти по его стопать, чтобы урона нормально нанести. Скорее всего так. Палин, подчеркивание, Темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Виверна имба в этой игре. У нее читерская белка. Каждый выстрел у нее — это виверный выстрел. Виверна же. Минус. Я понимаю, что суббота, что уже как бы на фоллоне Темплар, кажется, уже все. Он уже поплыл. Ну, виверна, виверна. Пей таблетки, нам рекомендуют фоллоне Темплару. Он же вроде всегда такой. Ну, может быть. Завидует Эблару, каждый день может позволить себе накидаться. Алхимик получается сейчас третий на магазе. Эльфийскую базу никто не тормозил. Фокус, правда, тоже ставит свою нычку. Ну, то есть игра идет пока что не очень стандартно, на самом деле. Colorful все же впереди. Видит торченычку. О! Намечается противостояние. А, там козлик в обход. Ой, какой хитер, а! Какой хитрец! Все, фокус увидел, что козел пытается саботировать экспанд. Вызывает энтов, сам тыкает. Ну, может дотыкаться, кстати. Орк уже рядышком. А-а-а! Ну, где... А, там одна сетка. Вторая сетка. Персоноку делай! Ох, какой козел. Юркий. Получился. Ускакал все-таки. И в это время... Хороший развод, да? Представляете, напряг армию орка, отвлек. Сам собрал в это время точку одну. Пугает иллюзия алхимика. Угрожает, что может подойти сзади. Не верят в фокус. И правильно делает. Во-первых, не факт, что удачно можно будет посражаться с орком на фонтане. И в это время, пока орк собирает фонтан, ты собираешь красную. Удачный размен. Алхимик получает плащик. Неплохой весьма. Ну, из точечных предметов, наверное, это самое лучшее в данной ситуации. Если мы не берем аурную, я имею в виду именно такой точечный предмет. Который статы дает или апает тебе как-то. Войт-стрик говорит, вырви глазный графон. С подключением, блин, уже плей-офф идет. Мне в групповую стадию отсмотрели с ним. С этой травой, ядовитой. Арчу пытаются вылечить, но Крит очень быстро прекратил ее жизнь. А фокус-то неплохо вырывается, посмотрите. Кидает сеточку, контролит. Калорфул отвратительно контролит. Вот он, да, тут и вне позиции, и бегал долгое время, не атаковал. Фокус молодец. Ну вот, пожалуйста, если вы хотите о балансе поговорить. Это приходит в гости кто-то поговорить о балансе из нежелательных, да? То, пожалуйста, Мун 3-0. Суина, фокус может калорфул убить. Ну и, скорее всего, там у Лина тоже, скорее, преимущество против Фогича. То есть, если вы армии своей там недоконтраливаете, если вот так бегаете, если не вовремя сражаетесь, то могут быть последствия. Артефакты у Блэдмастера очень хорошие, фокус снова. Он что-то закупил, что-то нашел, но есть когти, тресер-клетки, большая бутылка жизни и инвул. Купил еще ману и выбил из фонтана справа паладиновскую ауру. Бабушка просто топ. Да, фокус красава. Подождите, а здесь же можно просто нычку вынести, нет? Нет, слишком-слишком... А он собирается выносить нычку. Какой ценой. 4К.Зеус19 поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает, что жена плачет, а я смотрю стрим. Все правильно сделал. Эй, ну что ты так? Подожди, подожди. Надо все равно решать такие вопросы. Давай, подумай, а то кормить не будут. Так, у Colorful, как мы видим, уже есть Т3. Не очень хорошая новость для фокуса. И лимиты сопоставимые, и экспанды у орка нет. Он, конечно, может сам ворваться, попытаться тут поворовать с пилоджем. Нельзя поступаться, в принципе, ради еды. Тогда человечество бы не выжило. Да, слушайте, плохая ситуация здесь. Сейчас сосед утешит и накормит. А, кого? Подожди, подожди. Очень опасная фраза, блин, про соседа, который... Ну, про утешит я понял, что речь, типа, про жену. Но накормит, это было уже... Отлично, красава. Хорош, хорош. Стоп, что? Да-да-да. Битва классная, но тут фокус разваливается. Но слишком он красный. Ля-ля, ля-ля. Про Мейн-Куна что-то говорят. Или все-таки Блэйд нарежет. Под Энвулом хорошо стоит, бьет. Да уже-то три арба, вот это плохо. Все, красный, на фонтан отступить, иначе сдохнем мы все здесь. Насчет ядовитой травы, как думаешь, откуда появилось клише на то, что яд светло и зеленого цвета? Не знаю, от болот, я думаю, все-таки. От чего-то несвежего. Вот как показать, что вода плохая? Она должна цвести. Цветет сильнее, ну и приобретать, соответственно, такой зеленоватый оттенок. То есть, если она не проточная, то она цветет, заводятся микроорганизмы всякие, и такую воду пить нельзя. Ну и как концентрированная штука из этого всего дела, это зеленая непонятная жидкость, болотистая такая. Ну и как следствие, яд. Блейд еле выживает, делает телепорт, у него больше нет способа избавиться. Не, имба победила, ребят. Хотите вы этого или нет, но кота там шатнули. Ну, база орка вроде работает. Если попытаться вписаться и отбить ее каким-то макаром, то может быть, не знаю. Как же здесь больно орку влетает 103. Ну там Блейд вообще не выдерживает. Нереально, выдыхает бабушка. Даже как-то жалко, жалко орка в такой ситуации. Ключевой момент был, конечно, когда экспант пал. Несмотря на потери, все-таки это оказалось целесообразным. Так вот пожертвовать. Может против эльфа входить в 103 Бладласт Таурены? Ну так иногда и делают на картах, где уже поделены. Ну, где есть экспы и другой экспы. И, соответственно, есть время. И был у нас сегодня матч, где мог. На самом деле мог. Все-таки Суоин против Муна сделать Т3. Но что-то он подзабыл про него. Я думаю, что Лин будет по возможности делать Т3. Там много хороших плюсов, в том числе и ласт. А козы не кайтят разве Таурены? Ну, козы здесь совсем ни при чем. В данной мете в коз не играет против орка. Да и чисто никто не делает Тауренов. То есть, если там будут козы против Тауренов, то добавляешь рейдеров, сеточкой и штрафуешь просто этих коз. Никуда они не убегут. Да, Т3 Эльф, конечно, выглядит значительно сильнее, чем аналогичный лимит Т2 орка. Как раз за счет арбы, за счет большого урона вот там арчи стреляют, Блэйду плохо. И последнее сражение тоже Блэйд. Там раз и все. Умирает очень быстро. Да. Тяжело оркам. Вот в этой мете, получается, ты половину игры пытаешься не ошибиться, не напороться на серию ловушек, которые эльф грамотно и расставляет. Ну, я имею в виду, ты грантами не должен нормально гулять, то есть крепиться не можешь. Ты должен озираться вокруг своей базы, чтобы ничего у тебя не выросло. И при этом ты должен хоть как-то попытаться ему нычку замедлить. Согласитесь, не самая сильная позиция, да? То есть реально ты особо ничего сделать не можешь против козла в первой половине игры. То есть он ставит нычку, он контролирует карту, он наказывает тебя вот за возможные ошибки вот такие. Там подрезает грантов, напрягает с протектором. Вот, а дальше у него тоже свободы больше, потому что у тебя нычка догоняющая, ее отменить значительно проще. Потому что орковская база строится в фиксированном месте, делается она дольше, чем эльфийская база. Ну, потому что эльфийская состоит из строительства дерева и прикопки шахты. То есть там эти 3 минуты разделены, 2 плюс 1, а орковская — это те же самые 3 минуты приблизительно, строительство в фиксированном месте, которое отменить значительно проще. При этом, если ты теряешь строящуюся свою базу где-то на середине процесса То это почти гарантированная ггшечка Потому что там уже есть нычка И, по сути, у тебя уже нет такого права на ошибку Ну и плюс у эльфа есть продолжение в Т3 Которое демонстрирует уже в который раз Топовые эльфы, иммуны, калорфул сейчас То есть чуть-чуть он понимает, что он переживет какую-то атаку Что орг делает, догоняющего вторую Тыкаешь сразу в Т3 И на лимите 50 готовишься к затаркам на следующем тире Михаиловит, реально спиритлинг не даст Такого фокуса урона, потому что зачастую лютый фокус героя юнита 1 минус Не, ну спиритлинг не является панацеей против фокуса Я имею в виду не против фокуса как игрока, а против фокуса как такового Ты же все равно тот же самый дамаг получаешь, просто он распределяется равномернее по юнитам Зато у тебя не будет, соответственно, урона такого от лайтнинг щелда И спиритлинг тоже диспелится То есть виспы и грамотный контроль решают эту проблему Ну вот, просто тут есть понял что потестить надо это все а орки начинали это как раз против козла они пробовали по-разному играть в результате шаманы оказались наиболее по совокупности с ну я не думаю что стоит сейчас прям прям ставить под сомнение орковскую стратегию что здесь все равно довольно близко все больше вопросов к исполнению то есть орк не отдал бы экспант там вопрос в разведке например фокуса не хватило разведки если бы он пере это самое быстрее переместился к экспу то эльф не смог бы его убить ситуация была совсем другая можно было спокойно выходить в лейд в грейджного там ну точнее в опытного блайда в сиху с лечением и так далее мы видели на что они способны вдвоем сокол пришел привет это ты видимо через приложение залогинился и поприветствовал да соколик здравствуй здравствуй еще раз тут больше не по стратегии а по исполнению повторюсь о яндек тоже были вот вы на пару там после пиццы до хорошее настроение привет сейчас пойдет цепная реакция и чат может превратиться очень в очень странное место где все друг друга шлепают а вы яндеку да друзья давайте пока у нас есть возможность яндек не часто к нам заглядывает но именно этот человек у нас по сути судом спас а то могли бы засудить могли бы заштрафовать так бы откупались как твич плюс был в был реальный риск блокировки ресурса то есть он он нам очень сильно помог с вами да пошла база видите вместе с этим вместе с собой делает базу для того чтобы быть готовым к блэйд мастеру к отмене вдруг он там рядышком трется штраф 10 лямов поставил бы вопрос подсочетание гг регулярные штрафы безусловно такие конечно то есть за скриншот даже если по 300 тысяч будешь платить раз несколько месяцев уже будет очень хреново но самое главное это то что при повторном нарушении у тебя сайт могут заблочить роскомнадзор и все и ты будешь бегать под оменом об этом обо всем мы предупреждали писали ой-ой-ой где сова где сова сову кидая здесь сразу котом слева почему он не перестраховывается против а там саха уже бежит саха причем не взял хекс пока еще думает подставится ли ему кто-нибудь ну в виде козлика или нет янда кушает пиццу с ананасом да я видел фотку блин я сегодня съел два бутерброда с колбасой причем батон был явно не свежий хантерский пытаются тут под это самое подпад выиграть немножечко времени на экспе нормально все просто разведочка такая агрессивная иена . 4k . зелс 19 на 300 рублей все хорошо муж нормально все окей спасибо 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 привет жене главное чтобы это сам муж не написал такой под аккаунта жены чтобы совесть очистить не все порядке ладно хорошо это радует хороший муж давно с нами у нас тут такая видишь такое сообщество интересное по интересам древненькая она появилась скорее всего раньше чем вы познакомились так что его иногда сложновато понять сосед написал тоже неплохая версия да но хорошо что взаимопонимание есть я тоже свою как бы иногда прям специально пытаюсь понять специально и понимаешь что она меня тоже скидку дает намного так как мы видим у фокуса строится эксп опять же чуть позже чем нужен а там вампиризм выпал вы посмотрите какой артефакт я не обратил на него внимание а между тем он он очень важен вся орда будет отъедаться на нем тут правда трусшот аура обе ауры немножко подрезаны кажется вампиризм до пятнашки опустили опять с двадцатки а трусшот с десятки до семерки но все равно как бы разница 7 и 15 это она большая не особо он важен 7 процентов только все относительно да ты под мой берешь для десятки на старте а тут бесплатный артефакт при при прилетает а потом тут за 425 пять пять лимита и сто леса берешь во многом конечно ты под мой берешь авансом смотря на ее выраст что она может там в третий что она может арбу себе взять доктор смеет здравствуй блин коп взял и погас и втф уже второй день подряд такое перегрев процца проблемы с блоком питания обновление винды причин может быть много скачок электричества еле заметный да но если это у тебя летом начинается то вполне возможно повышение температуры в комнате дает эффект по перегреву что у меня были такие темы особенно когда у тебя там стоковый кулер который делают впритык на стандартную работу из расчета на стандартную температуру 21 градус когда у тебя в квартире становится жарче на это же количество поднимается и температура процца а может и больше даже черт узнает как это работает правильно битва начинается блэд мастер опять не в своей тарелке без здоровья инвол включает но при этом еще две секунды бегает у меня сразу резонный вопрос возникает а нахрена ты сражаешься если у тебя наверху вышка стоит под базой вот вот какой смысл кто может объяснить мне пожалуйста там ее лавка делается наверное может уже готова покажите орковскую базу он лавка готова бороу есть зачем какой смысл было сражаться там ну в бору рабочего хотя бы одного посади чтобы отстреливался он потихонечку иллюзия блэда залетает в арчей зажигает блэд мастер тоже в зоне риска очень битый маны на лечение нет эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ тут разваливается потихонечку. Хорошо. Он очень вовремя ушел. Прямо прекрасно. Видите, все еле живое. Сокол продолжает фотки слать. Дистрактит меня. А, на плазме варик смотрит теперь дома. О-о-о! О-о-о! Был я там. Видел эту плазму. Да, у Соколок он спид-тесты запустил вчера. У него интернет по статам лучше, чем мой белгородский. Да, гудгейма у него. Коннект лучше, чем у меня. Ну, 55 евро, что вы хотите. Так, в это время Colorful убивает, выбивает. Что выбивает-то? Самый плохой из артефактов, возможных здесь. Как же медленно-то торг мочит главного. А здесь получше артефакт. Стоп, это сила ловкость, да? Такой шлемак. Я в рефоржде просто не узнаю. Да, это Valor. Он и по цвету, и по форме отличается от предыдущего. Это 5-5. Соответственно, ловкость и сила очень хороший артефакт. За 55 евро я могу 10 интернета все подключить, все они будут лучше, чем у Сокола. Это да. Это да. Обычно там в районе 350 рублей ты можешь себе в большинстве случаев подключить 100 мегабит. От разных провайдеров. Даггер отличные показатели. И пинк отличный. И битрейта валом. Точнее этого. Бендвиза. Ширина канала. Тамерлан 727 7172 Привет. Добро пожаловать, щегол. Вот. Сейчас мне любопытно. Фокус вообще делает Т3 или не делает? Будет он пытаться... Там у него СХ классный, смотрите, у него камень маны, бутылка маны. Мне кажется, здесь просто фокус выиграет все-таки. Потому что база у него стоит уже довольно долго, без отмены. И вот этот вот недостаток по лимиту, который все еще есть, он со временем довольно быстро нивелируется. Вопрос, есть ли это время? Ну, почти уже нивелировался. Тем более, он придет на эльфийскую базу раньше, чем к нему придет эльф. И у эльфа нет телепорта, кстати. Есть мак... А, нет, эльфа есть. Он просто в нестандартном слоте. Что, сражаться будет? Фокус будет сражаться, похоже. Найк З2 говорит, последние пары месяцев работал Мюнхен и Мюрнбергеетт, интернет. Ну, бывает по-разному, конечно. Иж Соколу повезло с немецким интернетом. Стенка на стенку. Мне нравится, как Орк здесь сражается. Эль должен свиток юзать. Первая стенка у него уже почти сдохла вся. Хилвард работает, но Блэйд нарезает, криты по 200 вылетают. Алхимику сетку кидают после лечения. Сейчас будет пропит мана какая-нибудь. Он нарезает, как Блэйд, смотрите, 190 крит. Быстро рубит. У него и двое когтей, и агила хорошая. То есть, критует он, он бьет очень быстро. Пятый уровень уже. Пятый СХ. Ой, к Патме там 280 влетело на 70% хп просто. Бах, и все. Ой, 256, Нака на половинку. О, какой Блэйд дикий. Сейчас баланс настанет, ребята. 230 на полицу. Перегруппировывается. Очень хороший размен. То есть, по сути, здесь Фокус получил все, что хотел. А хотел он 5-5. То есть, как бы, сражение ради обмена опытом, так скажем. Потому что, ну, козел 4-5, не такая большая разница, как любой из орковских героев 4-5. Самый худший нет по Европе это Германия, говорит. Говорит, Nike Z3. Не знаю, Сокола виднее. Я помню, Телли поразила нас в свое время, когда в Швецию приезжали на Dreamhack. Там какие-то сумасшедшие скорости были уже тогда. Какого-то борода там в середине двухтысячных. В 2008-м. В России, говорит, хороший интернет. В России хороший интернет. По соотношению цена-качество один из лучших в мире. Без шуток. Дочь.4k.zels19 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, нормальные родители, батя-ангет, мать-эльф, сам я-орк еще тот. Но на донаты это никак не влияет. Хорошего дня, Майкер. Сокол, оставь пицца чутка. Хорош. Вся семья, вся семья в сборе и дочь тут. Спасибо большое. Намечается еще одно сражение. На этот раз ну, то же самое место, только герои-орка уже 5.5. Блэйд уже в куче нарезает, его пытаются как-то остановить прикопкой. 53 на 63, калорфула все еще побольше, но я думаю, что 10 лимита это вполне можно сдюжить за счет героев орковских. Блэйд продолжает нарезать, мы ждем от него криты. 260, раз, просто минус Арчао. Он выкинул крит на количество здоровья у юнита, просто раз и нет юнита. О, ловит Алхимика. Да, и Арчи танкует зря этих. Я должен фокус продавить здесь. Мана есть, Блэйд нарезает, он 264, на-ка. И ставит еще базу слева наверху. Айк, здравствуйте. Сегодня у нас много новорегов, много беляков, добро пожаловать на сайт. Традиционно белякам полагается подписка на месяц на канал, который дает вам изменение цвета, иконочку, анимированные смайлики, отключение рекламы, хотя ее сейчас только в плеере, кажется, она есть. На целый месяц. Ну и, конечно же, общайтесь, общайтесь с комьюнити, с нашим специфичным. Не вовремя прибежал орк, развалились энты прям в тот момент, когда их начали убивать. Если еще одно-два сражения таких будет, мы вполне вероятно застанем Блэйдмаста Блэйдстом, когда ульта пойдет, и когда эльфу надо будет вообще разбегаться в разные стороны, потому что ультимейт у Бестмастера яркий, работает там всего 6 что ли секунд, но наносит по 110 уронов в секунду. 280 крит, 260 крит, да он псих вообще. 250. И крит должен влетать каждый шестой-седьмой удар, куда там, каждый второй, каждый раз он критует. Глазами эльфы он критует постоянно. Такая нарезка идет, цветок лечения. 250. Lightning shield. Прекрасное лечение. Где Блэйдсторм? Доживем до Блэйдсторма. Чуть-чуть осталось. Ну! Одного юнита убить. Ладно, двух. Шестой. Блэйдмастер! Блэйдсторм! Блэйдсторм! Нарезает под муд Блэйдстормом. Уааа! Астеран подарил один пример. Уаа, ярче там, офигеть. Фух, класс. Бабушка все еще может. Да, я не сомневался в соколе. Я не сомневался в фокусе. Ну, фокуса сокол, у них там столько букв общих. Просто в первом не дали ему выйти, видите, в лейт. Убили экспант и не оставили времени на прокачку героев. А если грамотный орк получает 5-5, там очень сложно. Там не хватает равного лимита, понимаете? Навяк, еще один Беляк говорит. Хорошего стрима. Играл ли ты в Пейперс, Плиз? Есть запись. Нет, не играл. Могу порекомендовать запись БСП. Он играл в Пейперс, Плиз. И получилось весьма и весьма недурно. Есть классная короткометражка. Очень хорошая по Пейперс, Плиз. Мне тоже зашла с фактурным очень актером. Не знаю, как его зовут. к сожалению, нашим. Аспирант подарил один премиум. RandomNF говорит, если комп погаснет, запомните меня как пользователя Node.js. Окей. вот в этой игре в целом было большое количество сражений, было большое количество возможностей как следствие. и серия идет приблизительно так же, как и ожидал я. То есть никаких нулей, никаких однокалиточных каток, счет уже 1-1. и, ну, смотрите, какие масштабные сражения. Это не единственное масштабное сражение, которое здесь было. Она уже в пользу орка. Такой прям, ух, вот они, пятые уровни. Вот он, крит на 280. Патма, господи, как же ее сразу, как же ее сразу похорошело. У Патмы на первом уровне, если мне память не изменяет, 550 хп. 550. И тебе вот прилетает удар, который сносит большую часть хп. Просто раз и все. Там, правда, броня поглощает, не будем. У нее неполное здоровье было, так казалось, что сразу 70%, на самом деле, отняло где-то процентов 45. Тима, здравствуй, с приложухи. Беляк пишет. Здесь на приложении тоже теперь белыеники должны отображаться. Было соответствующее обновление. И Блэдсторн такой уж... И две арчи, смотрите. А, не успели. Короче, классная игра. Не удивлюсь, если фокус одолеет. Вполне, вполне может одолеет. Правда, там впереди будет Линфоги. Темский поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да. Миша. Привет, привет. Хорошего дня. Нет. Какой же отличное завершение катки от бабули красиво фокус мега опытный игрок и в очень хорошие с точки зрения микроконтроля сейчас последний год форме фокус месяца три назад выиграл свой первый за два года наверное турнир именно азиатский какой-то не помню какой ну со стандартным количеством участников я имею то есть там были все но вот он молодец поэтому да я тот самый кто постоянно смотрит в записях до таких много товарищей но на ю тубе на самом деле очень много материала некоторые приходят им там рекомендуют посмотреть героев которые были там 6 лет назад или какое-то прохождение игры и они там смотрит серию смотрит другую потом выясняют что есть гг и таким образом очень многие перешли на гг узнали для начала гг перешли на гг поэтому я думаю что ты многих с похожей историей встретишь в чатике да 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 герои парагон были как раз лет 5-6 назад представляешь как время летит кажется они были в 2016 году какие шесть лет назад а как а сколько когда был парагон алукрет рев говорит я парагон начал смотреть только вчера да очень хорошая серия там было все там были подсказки там был челлендж там было несколько челлендж и споров да и о том как время летит не верится я начал сомневаться мне кажется 16 год все таки это там еще бобер худой микрофон другой лунастар помнит мафию от роксов с майкером это было в киеве кстати это было очень давно лагир у нас хант мимо ты в самом начале кашару черную камеру показывал опа надо надо пересмотреть этот момент кашару минус этого матчапа в данном ну в данный медь в том что вряд ли мы увидим от по крайней мере от калорфула кого-то другого кроме как козла также конечно от фокуса мы вряд ли увидим форсиры естественно например первым героем 1 апреля 2016 года первая часть парагона неплохо котики это талисман гг котикам животным бобрам собачкам очень много места в смайлика гг потому что они тоже ассоциируются с положительными эмоциями чаще всего поэтому да котики наркотики я не знаю смотрю эту серию начинаю уже за фогич волноваться потому что чем чем дальше тем ближе этот час его игры против линчанского надо морально готовиться к этому а фоги выиграл я просто не досмотрел вчера да фоги вышел очень уверенно ли у лина блин лала это обыграл лала это 120 в результате уступили фоги и 15 с уэй у не вышли из группы группа тоже непростая смотреть какие участники да топ там топ 3 эльфы по сути ну топ 4 ладно там можно спорить кто мун ла лайт калорфул фоги они там в ротации наверняка друг друга бы убивали ну короче лучший эльф и лучший андет из двух получается да ну топ 2 андет 120 щегол 19-летний который в результате вышел рэв говорит я вчера впервые увидел ежа в парке такой угарный шипит понтуется и же очень долго могут переносить бешенство в отличие от кошек собак месяцами просто насколько я понимаю или даже годами собака например или кошка больше двух недель не живет то есть они а если ежик тебя укусит вот тут уж скорее нужно бежать и от бешенства прививаться не знаю местной конь как-то не требуется это особо поэтому с ежиками надо аккуратнее да 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 леон рус все по плану билеты куплены место есть как и еноты но енотов у нас маловато в россии а ежи везде по средней полосе вообще где угодно ежа ты можешь найти экспант у эльфа достраивается хами не знаю кажется все таки дистанционно будет надо посмотреть что мистер лайт написал интересно откуда такая инфа под ежей но это проверенная инфа гугли хейтер ежей говорит на самом деле я просто моя бешенство прививалась просто собака покусала я в очередной раз погуглил по бешенству по болезни и посмотрел по статистике что это очень распиаренные заболевание от которого с одной стороны да нет 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 лечения если она перейдет уже в активную фазу с другой стороны там за год от бешенства в россии там умирает два человека а прививаются тысячами ну после после укуса вот поэтому и сплэшем ежей за дело и соответственно жена сталкивается с скотами с бешеными котами бешеными собаками поэтому по бешенству в курсе я тоже косвенно как бы от этого никуда не уйти трется рядышком colorful думает как ему ворваться вроде как середина ну процесс скриппинга идет во все о какая ситка вы видели как же блэйд красиво ушел у правда непонятно что им ой блэй 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 минус города убить можно он что зачем сюда пришел по это читалось ой фокус что такое как так ну и загоняет сейчас colorful многоуважаемого фокуса на базу но это очень было аркадный не знаю зачем блэйд вписывался в той ситуации в драку ну за 2 грантов вписывался очевидно алхимик еще поверь не стреляют вместе с киппером как только то подходит угрожают алтарю минус грант хантерску можно подрезать подрезал молодец бедная виверна она конечно на убивала уже наносила столько урона сколько сколько никто не наносил но приходится уходить минус грантсер миша будешь вакцинируется первую мы шотнули еще на прошлой неделе нет на вначале этой недели 2 будет 30 ну или после 30 жалко сейчас просто у фокуса очень мало шансов на возвращение учитывая отсутствую отсутствующий экспант учитывая вот этот вот ненужный размен хотя алхимика подрежет любые нормальные размены для орка конечно все откладывается в экспу откладывается откладывается прикопки больше нет зачем грант внизу бегать зачем шаманы бегают не знаю не понимаю слишком много беготни минус шаман виверны еле-еле уходят блэйд стоит регенится саха ушел не добил кота нет сандар даже если тут равный более менее размен все равно это конечно выгодно человеку у которого больше ресурсов кио джи да какая разница не телепорта нет нет если телепорта него все порядке просветка вон пытается блэйда еще разок при прикопать убить может кстати убить как же он тут одним козлом из 6 арчами ну лимит орка текущую убивает я не понимаю как так если бы не пошла тема с принадлежением вакцинироваться и кейком штрафом пошел бы на процедуру да 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 мы давно хотели еще до вторых вот или третьих там вот этих вот мер ну просто моих знакомых касается это уже коснулась так ты довольно ну так быстрее мысль доносится когда ты узнаешь что там несколько людей знакомых уже все привет азарыч какая-то чушь у калорфула у него в одном бараке 5 юнитов заказано а второй барак пустой то ли он не в бинде у него то ли я не знаю как у него копятся ресурсы и очередь 5 юнитов непростительная ошибка для человека такого уровня для игрока такого уровня все раскидался мне не раскидался я прошло уже больше полугода конь конь мясной старый друг безусловная ошибка от калорфул то есть у него могло бы сейчас быть уже 70 в результате стоит барак ничего не делает начинается сражение с их они 3 фокуса блин плохая ситуация и этот невыгодное сражение абсолютно невыгодное ждал второвлечения хотя бы одного трупа ждал да нету торг разваливается вы что никак и минус блэйд да это гг фокус не сдается будет выкупать блэйда в таверне но тут пока он дождется денег у него с х умрет нет блэйда выкупил уже я не заметил его с х убегает рейдер умирает просто от колбы яда база орковская точно не достроится никак ну и лимит 60 на 44 при готовой базе финал мун калорфул скриньте а как калорфул может ли на убить у калорфула все тоже не очень не очень четко мягко говоря как по мне так фоги лучше играет чем ну против орков чем калорфул то есть допускаешь что калорфул скорее убьет лина чем фоги лина не знаю блэйд вынули врывается 50 лимит на 65 орков вся армия просто красная прекрасная блэйд молодой с критами 86 несерьезными чай его отпустит и просто блэйда можно фокуснуть его конечно лечат но свиток лечения шикарнейший от эльфа блэйд уходит в виндвог до магазина 37 на 67 да все началось с того крипджека из потери блэйда и все нет криппинга экспант работает нет экспанда у тебя догоняющего и все дальнейший весь вот этот вот стандарт да забейте это тоже не важно дальнейший весь стандарт уже идет совсем совсем по-другому орк в этом матчапе он реально не должен не должен совершать такие грубых ошибок то есть эльф может реально отдать героя где-то в первые там не знаю 30 минут игры героя он может отдать вообще спокойно а вот для орка потеря блэйда или сахи на старте это почти поражение гарантированное ну такая страта блин обычно многие стратегии которые завязаны на быстро экспант которые оставляют себе маленькое время на подготовку они все очень очень критичны к даже мелким ошибкам потому что завязаны на каких-то тайминговых штуках под пушах застройках если ты сливаешь при этом еще и теряешь время это фатально несчастье говорит эльф может отдать что угодно и это не скажется никак на итоге да не скажется ну просто ну просто не это самое может расстроиться победите расстроиться что героев от пана отдавал джон дал говорит ну ну так как может ли калорфул затащить голд я не верю в победу калорфула ни на длинном ни на дмуном в текущей ситуации то есть что тот что другой играет гораздо чище четче чем тот же самый калорфул особенно в бо 5 пока пока что исходя из того что я видел финал будет лин мун и финал будет 2-2 счет я не берусь сказать какой будет какой будет кто будет победителем ну кроме муна конечно эши да я знаю не комфорт ни одному как же не стабильность луны это да это да это такой аргумент согласен что сейчас рейдер ставите бах от колбы умирает миш ну не балдей финал будет суе фоге фоге суе а сколько вернусь а 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 В последнее время осталось с НИ и ТХ. В последнее время с НИ. Это тоже очень похожее. Можете больше. Можете очень много. Да, очень много. И еще есть рынок. И еще есть рынок. И еще есть рынок. Друзья, у нас еще 4 соревнования. Звучивая шума, а вот этот тур у нас есть. У нас тут 2-4 вне. ЛП-Каллопу 2-1 вне ЛП-Фокус. У нас тоже все равно. У меня не было играть в этом турнире. Нужно было играть в подсчете с ним. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слишком много эльфов у орков на турнире развелось Три орка получается и три эльфа Ну и там два с половиной эльфа и полтора хумана, так скажем Учитывая то, что Суэй там за альянс или за эльфа будет играть В зависимости от мэтчапа Агила выпала фиговая Фокус выбил плащик Обоим максимально не повезло на артефакты Стартовые А где вся андеда? Ну андедов в Азии в принципе мало Хэппи турниры эти игнорит из-за пинга Из-за... Опа! Опасный момент Глаза выпали и минус Блэйд Кто добил? Кипер добил Да, похоже на пенсию надо бабушке По крайней мере отдохнуть стоит после этого турнира Он сейчас выдохнул еще и так голову опустил Типа, как же я устал от этого дерьма Козлы достали Два года эти рогатые твари бегают Просто прикапывают Ничего не сделать Там такая боль была А козел рад, чувак У него два с половиной У него строится база И после смерти Блэйда он же еще там секунд 20 восстанавливается Плюс тебе еще нужно бежать Даже если ты точно знаешь, что там база есть То ты пока выйдешь, пока добежишь Почти пройдет минута, понимаете? Минута! То есть половина нычки уже будет достроена После таких моментов Вот даже человек, играющий за эльфов Говорит, что ну халява это Имба чертова Просто имба Ничего не сделать Почему не Блэйда, не Форсир? Ну пробовал ли Форсира играть? Все-таки не так хорошо получается Я сам не знаю, почему Да, хрен у нас два, ты экспант отменишь Понимаете? Ты знаешь, что там экспант Но ты ничего сделать не можешь Миш, почему ты сам в турнирах не участвуешь? У тебя же хороший уровень игры Теоретически неплохой На практике хреновый Надо катать, не знаю, на протяжении года Часов по шесть, чтобы выйти Хотя бы на средненький уровень Но не на турниры Вы что? Некролог говорит На самом деле Я на колю и ставил 1.78 коэффициент был ТБ 6, лод 6, кайф Ага У нас товарища поставка, специалист Блэйд подошел, добил одного Хорош Все время выигрывал Кого-нибудь из топовых азиатов А мы были довольно изолированы То есть азиаты к нам редко заходили Я помню, когда Закарт приходил Его Пипс Владри встретил и выиграл Вот, но я, насколько я понимаю Вообще не попадался ни с кем У них свой мир Как у американцев тоже Ой, опасный момент И добил О, нет, нет Добил козел Все, минус Блэйд Еще один раз, второй Господи Бедный фокус, а Но он играет на грани, понимаете Он должен Блэйдом играть на грани Хоть что-то пытаться делать Амулет, конечно, стащил Но второй Блэйд Это очень дорого Это очень дорого Эльф вообще не парится Нет, все, сделал разведку Увидел, что там Не, не увидел, что там эксп Блин, эльф еще такой Вот пошел бы сейчас экспант отменил Очевидный экспант отменил Видимо, козлом справится соло Артефакт амулет маны А тут выглядит так Перчатки скорости там выпали только что Сам виноват, сел играть против имбы Понимал, на что шел Нормально, нормально Хорошее оправдание Камень маны выпадает Отличный Алхимик второй получает Но я не знаю, что лучше Отмена сейчас базы, которая там на полторы минуты уже Успела сделаться Либо криппинг Алхимик второго Вроде и там, и там свои плюсы Только-только Блэйдмастер выходит, представляете Почему форсирует стрелями никто не играет Не помню, в ладере каждый дорог против эльф так играет Ни одной игры не видел через стрель Ну, не знаю Не знаю Может там какие-то очевидные контры есть Я тоже давно не видел Хэтхантеров в этом матчапе против эльфа Хотя по Ну, Алхимика отдать, продать за экспант Не так страшно Тем более, можно двух гарантов еще на телепорте убить И Хэтхантеров потерять Хэтхантеров на гранта Но самое главное, что двухминутный экспант Орковский, который Если бы достроился за это время Принес больше косаря золотых Меняется на телепорт И героя второго уровня Это очень хороший размен Их козел контрит Как он их контрит? Типа на старте он не дает выходить? Он и грантов контрит Он всех контрит Может какие-то экзотичные стратегии Будут работать против такого билда Из серии Фастгрейд на Т2 И там более поздние Хэтхантеры Например Но напрашивается что-то такое О, Блэдмастера окружили Напрашивается что-то все-таки Более агрессивное как раз Без Т3 И текущая стратегия орков Кажется очень оптимальной То есть да, ты вначале конечно страдаешь Но весь лейт за тебя Весь лейт за тебя То есть если ты ставишь базу И просто не умираешь И даешь нормальные сражения Хотя бы в ноль То все, у тебя герои Круче чем ульфийские Полезнее просто чем ульфийские Финрир, а прямо в приложении Есть там слева менюшка, кажется Со ссылкой на репорты Тебя кажется отправят в тему на форуме На ГГ Вот, и туда нужно постить Спасибо большое за фидбэк Китайцы передают, что этот экипированный Джиггернаут Представляет собой большую пехоту Все по делу Не поспоришь Может фокусу помочь вампиризм здесь И может помочь некая пассивность Colorful Мне кажется, что там уже Т3 Там уже Патма должна делаться Я не вижу, правда, арбы И судя по тому, что Colorful снова готовится к атаке Он, может быть, и не шел в Т3 Телепорт у него есть Смотрите, какая-то годнота в трендах Окей Да, Т3 доделывается То есть это атака эльфа Она такая Просто пыль в глаза Сам он только-только выходит из лимита Третьим героем как раз Сейчас понятно, что там есть Смотрите, как Санкт-Петербург Смотрите, как Майн Wood Меткость, да все стандартно на самом деле Эльф никуда не торопится, пока у него не появится Странно, что он арбу не купил сразу, как только появилась Так быстрее можно было вторую дождаться Кстати, хорошее замечание, что аура у Сахи Потому что Блэйдмастер в Виндвоке выключает ауру на какое-то время Ну и плюс Саха находится в более логичном таком центре вашей армии Да и Блэйдуу хочется слотов для артефактов Видите, у него все забито Прям все забито Плачек зачем-то он, правда, сохранил Осидка кривоватая Но подходит под масс Протекшн пошел Лайтинг щилд на арчей Которую надо хайдить или уводить Но позиция для эльфа просто шикарнейшая Просто шикарнейшая Свиток лечения Ну вот, фокус отступает назад 57-64 эльфа немножко больше Отстреливают за экспу Подма уже почти второго уровня Змейки, кипер сейчас четвертый получит Ну и лечись, чего ты Вот, лечится Colorful грамотное место выбрал Только виспов нужно было чуть-чуть пораньше подвести А так все шикарно было сделано То есть хуже всего, когда хаос идет Когда поле чистое И орк врывается в себя с лайтинг щилдом С этими, с подспидами И ты начинаешь судорожно контролить арчей, у которых 260 хитов А тут вообще халява У тебя впереди там три героя хантрески Сзади арчи Ты только арчей подконтроливаешь Чтоб они сильно лайтинг щилдом Друг друга не убивали Нет никакого блейда внутри Нет никаких там грантов Кучи тоже Все четенько Контролится хорошо Просто там хайть впереди людей Лечи Вовремя свитки прожимай И все Хорошая позиция была у эльфа Чем теснее стрелкам, тем лучше Ой, и осидка влетает В половину армии просто орка Да, райдер умирает Сразу сову вызываем Чтобы блейда видеть Не подставляем потму Начинаю болеть опять за эльфа Но тут как бы не обязательно болеть 80 лимита, извините, на 63 Преимущество колоссальное Попытка убить потму Потму ничего нет Светок лечения ее спасает Инвул ей передают И еще 6-7 секунд Неуязвимости лечения Очень красные все у орка Падают гранты, рейдеры Шарики, конечно, крутятся и в эльфийской армии Там есть еще один свиток лечения Который можно будет юзнуть И как же он лечит Только первые 2 арчи сейчас умерли У эльфа 40 лимита на 76 На 76 Минус блейд ГГ Блин, жалко фокуса Жалко фокуса И в лице его жалко орков Потому что, ну, это отлет Colorful, конечно, молодец И мы подошли Очень близко К Самому важному матчу Сегодняшнего дня Это Это Лин против Фоги Если вам казалось По результатам матчей 3-0 Мун Суин И по результатам этих матчей 3-1 Colorful Focus Что Продолжение следует... Продолжение следует...